Славься Бог Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». С глубокой древности одним из важных дел христианского благочестия являлось паломничество ко святым местам. Какую специфику имеют паломничества в начале XXI века? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласилась игуменья Свято-Воскресенского женского монастыря в городе Теплодар Одесской области, Матушка Никодима. Христос воскресе, Матушка! Воистину воскресе! Матушка Никодима, общеизвестно, что в вашем монастыре уже давно существует паломнический центр. Скажите, что вас подвигло организовать это учреждение? Организовано оно как-то было, постепенно организовывалось. Вначале в монастыре в Михайловском, там где я была, там Матушка Иго меня благословила заниматься паломничеством. И мы принимали участие в паломничестве, которое организовывало благотворительное общество небезызвестное, пароходное. И когда это все распалось, монастырь пытался еще сам тоже проводить паломнические рейсы. А с 2005 года, уже когда я стала игуменей, владыка нам благословил. В уставе записано у нас, что мы можем вести паломничество. Значит, у нас получается два паломничества, это два центра. Это владыка Деодор ведет и наш монастырь, кому разрешено вести паломническую службу. Ну, вот с тех пор мы и занимаемся вплотную. Диапазон большой, это в основном святая земля. В Иерусалим часто ездим. Раньше почаще ездили, сейчас немножко люди победнее стали. Вот, ездим в Грузию, ездим, ездили на западную Украину, ездили на запад Европы, ездили в Черногорию. Большой диапазон наших поездок был, сейчас он немножко сократился. Проблемы, конечно, всегда были с паломничеством, но сейчас как-то научились уже понимать, что разница между туризмом и паломничеством. В начале первой поездки, конечно, они были в этом отношении тяжеловатые. В основном ездили люди неподготовленные к паломничеству, они просто любопытные, случайные. Но благодать Божья так действовала, что эти люди становились и воцерковленными, и паломниками. Я помню, у нас был один паломник очень интересный, бывший летчик, военный, когда оказался совершенно случайно у нас. Он говорит, мать, конечно, очень интересно все, что ты здесь рассказываешь и показываешь, но я с тобой больше не поеду. Я говорю, что? Он говорит, ни пива, ни девочек нет, что мне тут делать? Ну, это он так сказал. А в последующем он еще неоднократно был у нас вместе с нами в паломническом рейсе. И жена его была. И после посещения они посетили монастырь Святого Савы. Там брали финиковую пальмочку, у них детей не было, 14 лет были в палке. И родилось двое близняток. Вот, конечно, человек стал воцерковленный. Вот, так что проблема исчезла. Он из туриста стал настоящим паломником. Но сейчас, я говорю, уже публика немножко другая. Сейчас, конечно, и в храм приходят люди более воцерковленные. Те, которые ходят систематически в храм, они уже... Кто-то посещает воскресную школу, некоторых детей учат, дети учат родителей. То есть состав другой. Поэтому и проблемы, которые были на первых порах, они сейчас вроде как бы не стоят. Если раньше нам приходилось больше внимания уделять, как креститься, объяснять буквально, что такое символ веры, для чего нужна молитва, куда что подать, значение святыни. Ну, теперь, конечно, людей интересует более обширный материал. Они интересуются церковной историей, они интересуются и как помолиться. Результат какой-то есть. Вот, от посещения святого места они уже воспринимают это совсем по-другому. Вот. Ну, вот так мы начали и так продолжаем. Как Вы полагаете, матушка, какие святые места, хотя бы раз в жизни, обязательно должен постить православный христианин? Ну, это, конечно, святая земля. Это ценность, которая остается на века. Это место, где сам Бог говорил с людьми, где Господь ходил, родился, крестился и принял крестные страдания во имя нашего спасения. Конечно, на всей земле очень много храмов Рождества, храмов Христа Спасителя, но одно только есть место на земле, где родился Христос и где Он распялся. Безусловно, это самая большая святыня православия, и, безусловно, конечно, нужно ее посетить. Согласен с Вами полностью. А если говорить о Греции, какие там святые места заслуживают особого внимания? Ну, Греция, она вся православная, поэтому у них святынь очень много. Я больше вообще-то люблю Кипр. В Греции больше может быть святынь, но в Кипре у них дух православный больше, крепче. У них отношения вот с людьми, это сразу ощущается. Там точно так же, как и в Грузии, там дух христианский. И это чувствуется в отношениях с людьми, в их семьях, отношения к делу, отношения к работе, отношения друг к другу, отношения к паломникам, оно совсем другое. Ну, конечно, Кикский монастырь знаменитый, там, где икона Матери Божией. В Ларнаке мощи Лазаря Четырехдневного. Это святыни, которые, конечно, они всегда интересовали. Ну, а если говорить о Греции, храм Дмитрия Солунского, мощи его. Есть место, где почил Паисий, святогорец могилы его, в монастыре Иоанна Богослова. Это же замечательная вещь. Очень интересные острова Греции. Ну, достаточно сказать, Киркира. Отрас Патмос замечательный. Там, где был сослан Кудай Иоанн Богослов. Обители эти молитвенные, они в тебя вселяют дух святый. Хочется подражать древности, стремиться к высоте. Зовут на небо. Вот я думаю, что вот это, конечно, кто интересуется, могли бы и поехать. Матушка, а вот вы упомянули о том, что Греция, Грузия — это православные страны, и там дух христианства ощущается даже в бытовом общении. А если мы говорим о Святой Земле, Израиль — это же вообще не христианское государство. Нет ли трудностей при организации паломничеств в эту страну? Да нет, трудностей в организации нет. Можно сказать, что все-таки страна веротерпима. Там разные. В одном храме Христа, гроба Господня, и там столько национальностей, и столько вероисповеданий. И все-таки ладят между собой. Не могу сказать, по-человечески, конечно, есть и ссоры, и раздоры. Но, в общем-то, столько веков в миром существовании находится. Проблем нет. Вот. Приезжаем, служим. Надо, правда, для Украины есть сложности в получении документа. Это да, действительно так. Но почему? Мы же сами виноваты в этом. Не было у нас раскола бы. Так достаточно было бы просто удостоверение батюшке, и можно было бы служить. А так, получается, нужно взять разрешение митрополии, перевод на греческий язык, отправить в Юрусалим, там, значит, посетить патриарха, взять у него благословление, и после этого только можно служить. Вот такая сложность. А так, организация, все налажено. В принципе, службы идут, и везде двери открыты. В этих сложностей нет. А какие у вас сложились отношения с греческим духовенством в Святой Земле? Ну, просто много лет знаем их. Мы много жертвовали туда. Не только в наши русские монастыри жертвовали, в греческие монастыри. И поэтому у меня самые теплые, хорошие отношения. Они меня любят, я их тоже. Мы молимся о братьям греческой патриархии. А они молятся о нас. Очень хорошее отношение с архиепископом Аристархом у нас. Очень почитаем мы Игумена Элариона с Фавора, Иринеем, Капернауме, Пантелимом нам близок тоже. Монах на гробе Господне. Это батюшка Иона. Очень почитал его. Он жил у него в келье много. Вот какие-то особые такие отношения сложились по этому. Ну, очень даже хорошие отношения сложились. Слава Богу. Матушка, в прошлой нашей программе вы упомянули о чуде схождения благодатного огня в Иерусалиме. Некоторые модернисты в наше время ставят это чудо под сомнение. Как вы думаете, почему возникает такое явление? Если человек не верит, так он не верит ничему. Если у человека есть вера, то для него это не является сомнением. То, что чудо это происходит, исходит, это свидетели не одного века этому явлению. И потом достаточно даже показывают по телевидению, и кто принимал участие, проведи его. Вот так вот по лицу благодатным огнем. Он не опыляет. Я вам скажу больше того. Когда заходишь к вуклею, я всегда так делаю. Значит, на камне, где сидел ангел, они ставят свечки, четыре свечи. Вот так вот рукой проведешь по свече, она не опыляет. Она не опыляет. Я вот всем своим паломникам говорю, проведите. Это в любое время или только на масле? В любое время, батюшка. Свидетельствует монах, как раз вот, которым я говорила, Пантелеймон. Он свидетельствует о том, что очень часто видит этот благодатный огонь, который исходит из гроба Господня. Ежедневно он же там сидит, дежурит. Им монахи говорят. У меня даже была фотография одна. Наш паломник заходил в гроб Господень, и его просто фотографировали. Вот, и когда он выходил, вот этот момент засняли, оттуда как пламя выходило из гроба Господня. Это просто Господь нам дал видеть то, что явно, то, что происходит, можно сказать, каждый день. Так что сомнения в благодатни нет. Я говорю, может каждый поехать и убедиться, просто-напросто взять свечу на гробе Господня, который горит у них неугасающе, и провести рукой. Просто так вы проведете рукой, она обожгет. Этот огонь не обжигает. Я думаю, что это очень ценное, с вашей стороны, свидетельство, как человека, который много раз бывал во Святой Земле, и в частности в этом святом месте, в храме гроба Господня. Матушка, я недавно читал книгу писательницы Валерии Алфеевой «Священный Синай». И меня очень заинтересовало описание Синайского полуострова, монастыряства Екатерины, которое там содержится. А какие у вас впечатления остались от посещения этого святого места? Самое светлое впечатление. Это необыкновенно и службы ночные, и поднятие на гору, и восход там особенный, там лучи солнца так расходятся, буквы «ХР». Вот когда смотришь, нигде больше такого явления нет, сколько наблюдали восходов на море и в обычной жизни, но такого восхода никогда нет. Вот там ведь диск солнечный, как буква «Р» получается, круг, и вот это «ХР», вот такие вот эти лучи, как первый знак христианства, расходятся во все стороны. Бывает так, что корона сверху видна на солнечном диске. Вот интересно, как она перемещается. То есть темно-темно, а потом раз, и все светло сразу становится. Конечно, такое-то впечатление незабываемое, самоприродное это явление. А самое, конечно, благодатное для сердца, это ночная служба в этих древних храмах, когда ты можешь приложиться к мощам святой Екатерины. Она тебя благословляет в своей деснице, колечко тебе одевают в благословение святой Екатерины. Это очень сильное впечатление остается. Был такой случай, это уже говорили за чудеса, значит, в паломничество, это много лет назад было, это где-то 94-й год был, Макаренко фамилия, помню, и у этого было паломника, он, у него глаза плохо видела. И когда поднимались на сенай, мы с батюшкой пошли, как всегда, знаете, всех с толпами ходят за батюшкой, пошли, а он отстал. А почему отстал? Он, оказывается, у него упали очки, и он не мог их найти, и рукой шарил, шарил, и не мог найти этих. Вот, ну и молился все время, чтобы как-то ему дойти, потому что темно уже, группы уже все прошли, он боится и спуститься, и боится подняться. В это время к нему подошел человек в такой древнем халате, вот, и говорит, значит, этот, я тебе проведу. Он говорит, я тебя заплачу, он говорит, ну, я тебе проведу. Взял его за руку и повел. Вел-вел, а он по дороге думает, сколько ему заплатить, значит, это вот. Он его довел уже, когда там осталось подняться на ступеньки только к храму Троицкому. И говорит, ну, дальше ты сам пойдешь. Тут уже, говорит, люди, ты дальше сам пойдешь. Он и протягивает ему очки его. И он знает, что у него очки разбились, он слышал этот развод. Очки оказались и целы. Он в карман, чтобы дать ему деньги, а тот исчез. Вот, и батюшка Иона говорит, что это сам говорит, Илья тебя провел сюда. Вот, значит, поэтому вот батюшка Иона, когда рассказывал это все, батюшка Иона, говорит, это тебе Илья, говорит, провел сюда. Вот такой был случай. Потому что он потом искал этого проводника и так и не нашел. И причем-то странно было то, что он сразу исчез. Ну, у людей... Был очень интересный тоже случай с одной паломницей, когда мы поднимались на стенай. Она пожилая женщина уже. И она когда поднималась, вот, споткнулась и камнем порезала ноги, вены. Ее спустили вниз, и мы делали, значит, накладывали... 16 швов ей наложили на ногу. Ну, вот, и чудом, конечно, осталась ожива, потому что она сама медик. И понимала, что, этот, вены повреждены, и что она могла, это, стечь кровь, и так далее. И она вот мне рассказала, говорит, матушка, говорит, я сама виновата. Потому что я когда поднималась, я сказала, Господи, накажи меня здесь, чтобы я за свои грехи отстрадала, но не наказывай меня вечности. И только она это подумала, вот точно, то сразу же после этого с ней это случилось. Такой вот случай был интересный. Да, да. Осторожнее быть с такими помыслами. Ну, раньше же, видите, там находились врата, перед которыми сидели батюшки, и по мере твоего подъема наверх они исповедовали. То есть наверх ты уже приходил человек, очищенный душой. Ну, по традиции как-то паломники стараются тоже исповедоваться перед тем, как восходить на гору. Ну, сейчас там и туристы, и паломники, и все так перемешано, конечно, сейчас сложновато с этим вопросом. Вот, поэтому, наверное, и такие случаи получаются. Вот, когда Господь дает пострадать здесь, чтобы не страдать там. Да, назидательная история. Матушка, вы десятки раз, может быть, даже уже и сотни, бывали в полумышеских поездках. Но есть ли такая поездка, которая вам больше других врезалась в память? Ну, в Иерусалиме я там каждый раз по-новому. Я тут нельзя сказать, что вот это так, а это так. И каждый раз даже уже известное место, и бывает и так, что и неизвестное для тебя открывается место какое-то. Я очень полюбила Грузию. Особенно полюбила ее после того, как мы побывали в одном монастыре. Там отец Архимандрит Серафим, он на арамейском языке проводит литургию, в древнем языке Иисуса Христа. И вот мы попали на эту литургию, и наша группа, как говорится, замерла. Вы представьте себе, что люди забыли о том, что можно что-то фотографировать, что надо что-то писать, что надо поговорить, телефону ответить. Все это было забыто. Вот как стали, замерли, и так до конца литургии простояли. Нас очень тепло приняли, но, конечно, вот эта литургия на арамейском языке, она потрясла просто. Вот это настолько... Душа вот, казалось, вот так вот трепещет. Слезы сами лились, причем слезы какие-то радостные такие. И на одном дыхании мы зашли, казалось, только зашли, и уже, что такое, уже конец. Даже как-то хотелось продолжить это. Потом батюшка специально для нас еще, они пропели некоторые песнопения свои, принимал нас. Это вот это. И понравилось очень еще, мы посетили Сванетию. Это высокогорный район на 2200 метров над уровнем моря. В самом древнем монастыре там были, VI века. Сама природа, дорога туда потрясающая, как люди живут в таких условиях. И вполне современная. У них храм, кроме внизу, как в самой Сванетии, современный храм. И что меня поразило, значит, подъехал автобус, и учеников привезли. Вместе с учителями они все стояли на литургии, причащались. Вообще в Грузии мне в этом отношении очень понравилось. Отношение к детям, воспитание. У них принято так, в праздничные, на выходные дни, вместе с преподавателями, с детьми. Родители садятся, едут по святым местам Грузии. Отдыхают где-то на берегу речки, там кушают и посещают обязательно святыни. Такое воспитание, конечно, не может не дать результата. Там страна верующая. Мне это очень нравится. Может, у них нет закона об отделении церкви от школы? Не знаю. Я знаю, что у них есть патриарх Илья, который очень чтут его слово «закон» в Грузии. И у них очень крепкая вера. Это я могу свидетельствовать. Вот они даже за столом, ну где, в какой стране, вы мне скажите, пьют за Троицу Святую, за Богородицу. И чтобы во время праздничного застолья пели тропари церковные, празднику, песнопение. У нас же мелкомыш могут петь, да, но чтобы тропарь пропели церковный. Да я такого не замечала. А там поют. Это основа любого праздника, любого застолья. Или это свадьба, или это рождение, или просто так взяли посидеть. Причем страна, конечно, винограда много вина. Но чтобы замечено было, что такое какое-то пьянство, даже за столом мы смотрели. Стакан вина поставят, действительно. Но вот рядом сидели молодые, они там лимонад поставили себе, так сказать. И не позволяли себе там что-то такое, каких-то излишеств. И очень так ведут себя очень скромно. Везде уважение большое старикам проявляется. То, что мы уже забыли, что это такое. Когда тебе уступает место где-то в трамвае, в общественном транспорте. Или просто посидеть. Это признаки христианского воспитания, признаки христианского духа. И поэтому мне эта страна очень близка, и очень люблю ее. И когда, значит, предпочтительно, когда идет речь о Греции или Грузии, я выбираю, конечно, Грузию. Да, есть чем у них поучиться. Да, есть чем у них поучиться. Простите, был такой случай. Шли мы по городу с экскурсоводом. Вот батюшка Грузин нас увидел. Он с другой стороны перешел к нам и говорит, а у вас есть где остановиться? Может, я вас проведу по святым местам, покажу? Понимаете, человек проявил заботу, оторвался от своих дел, перешел на другую сторону для того, чтобы оказать какую-то помощь. Это не в каждой стране такое увидишь. Согласен с вами. У нас это, по крайней мере, увидишь нечасто. Матушка, хотел еще спросить о такой стране, как Турция. Это вообще, конечно, страна далекая сама по себе от христианства, но множество христианских святынь находятся на территории этой страны. Насколько вы с ними знакомы? Честно говоря, я в Турции давно не была. Сама Турция на меня впечатление совершенно не произвела, а угнетающее впечатление. Минареты давят. И когда мы зашли в Лохнерскую церковь, так такое ощущение было, что панцирь себя снял просто-напросто. Вдохнул воздухом, полной грудью. Вот такое ощущение было. Ну, кроме известных святынь Софии, в Лохнеры, нам удалось попасть, и наша поездка, это была первая по Украине, мы попали в Каппадокию. Она тогда только открылась, потому что там отвалился кусок от скалы, и обнаружились, значит, монастырь, в частности, в Василии Великого. Мы посетили, и в Гереме мы были, там, значит, древние храмы. Шестой, седьмой век, ранние храмы, еще раннего христианства. Там были, вот в Лесилии Великого, так там они еще прятались, а в тех, вот у них в Гереме есть восемь этажей вниз. Это весь город прятался там, во время гонения. Там они и рожали, там они и жили, они учились, там есть помещение было для семинарий. Вот, скот даже там держали. Восемь этажей вниз, это, конечно, потрясающе. А сами фрески вот эти в Гереме, это вообще-то, это потрясающе просто. Просто потрясающая работа. Но больше всего, знаете, что меня поразило? Можно тысячу раз говорить об вреде иконоборства и что оно собой представляет, но когда это видишь наглядно, это невозможно передать. Когда заходишь в храм, прекрасно расписанный, и вместо лика Христа, замазанное лицо или крест, нарисованный на лике Христе, оно поражает самое сердце. Точно так же, как и изуродованная икона Матери Божией или выколотые глаза у святых. Ну, вот тогда понимаешь, что такое иконоборство, какая-то гадость. Так что, если кто-то поедет, вместо того, чтобы там пляжиться, лучше посетить эти места, они замечательные. Ну, и, наверное, последний вопрос, Ваня Матушка. Вы упоминали о том, что ездили с паломничествами именно в страны Западной Европы. Если брать Европу, она, конечно, велика, но какие святыни из западноевропейских вы бы рекомендовали для посещения в первую очередь? Ну, батюшка, я вообще Европу не люблю. Откровенно говорю, и после посещения, вот это мы ездили, Туринская плащаница, потом, ну, несколько раз ездили, я вообще сказала для себя, что я не поеду больше. Но если ехать, то, конечно, в Франции это терновый венец Христа. Вот, в Риме есть что смотреть, катакомбы. Католики много накрали наших святых, и там и лестница есть Господа Иисуса Христа деревянная, которая кровь пролилась в Христа, когда осуждал его Пилат. То есть, смотрите, есть ясли, где родился Христос, но к ним дело в том, что к ним не приложиться. Нож наверху, на цепях, сами украли, и боятся, чтобы, не дай Бог, не украли. Ты только так позадерешь голову и будешь видеть. Или вот эти мощи, которые под бетонной стенкой запакованы. Это же там непонятно, к чему ты и прикладываешься. Поэтому, честно говоря, не люблю Европу. Вот, если уж ехать, то в нашей святыне, там, где есть православие. А в китолических монастырях даже все равно ощущается холод. Вот, знаете, ну, неуютно. Мы вот служили в соборе Венеции, в соборе Петра. Мы там служили литургию. Конечно, это древний катакомбный храм. Ну, служба прошла по нашим этим. Мы свою литургию служили, нам разрешили. Конечно, оно было все прекрасно. Но все равно, вот, выходишь на поверхность и уже сразу чувствуешь вот этот холод. Это какой-то... Душа не воспринимает. Особенно после литургии. Не знаю, я не люблю Европу. Там у меня чисто такие были, может быть, ощущения свои личные такие. Мы как-то зашли в кафе, вот, перекусить. А там, значит, сидит муж с женой, а посредине собака. И кушает вместе с ними. Я говорю, девочки, идемте, то иди, знаю, от этой собаки и тарелки-то и нам достанутся. Вышли оттуда. Зашли в рядом другое. Там, значит, барная стойка, сидит мужчина, собака. И он пиво, значит, пьет, и собака вместе с ним, с этой тарелки тоже этого. Мне, правда, сын сказал, говорит, вы зашли в это кафе для животных. Я понимаю, если для животных, то причем же здесь люди-то, да. Но после этого у меня, я говорю, нет, я больше в эту страну не езжу. Это чисто личное, простите. Спасибо, Господи, Машка, за такие интересные впечатления, оригинальные, необычные. И в целом за очень познавательную, интересную беседу. Позвольте вам пожелать дальнейших успехов в организации паломнических поездок. Спасибо, Господи. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и Ангела-Хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok